В рамках прошедшего в Чите третьего культурного форума по вопросам государственной поддержки национальных меньшинств состоялась презентация музея нематериального культурного наследия народов Забайкалья «Живая старина». В том, что она действительно живая, вместе с первыми посетителями необычного музея, убедились и наши корреспонденты. В музее свыше тысячи экспонатов, и все они размещены вот в этой небольшой комнате. Такая эргономика объясняется легко, экспонаты руками трогать можно, но вряд ли получится. Все они нематериальны. Песни, стихи, танцы, все это аудио и видеофайлы. В каждом история развития культур на территории Забайкалья. Казачьей, Семейской, Бурятской и Эвенкийской. Собирают все это сотрудники музея самостоятельно. Сам процесс, он состоит, идет как бы по нескольким направлениям. Исследование опубликованных материалов, публикаций и экспедиционные исследования, которые ежегодно у нас происходят с сотрудниками центра. Мы сами выезжаем на места и исследуем эти объекты. Можно сейчас часто слышать о том, что да уже и записывать нечего. Ушло все в прошлое нет. Нематериальное культурное наследие трансформируется, изменяется, но оно никогда не исчезнет. Весомость нематериальных ценностей оценили гости из нескольких регионов страны. Забайкальские напевы слушали внимательно. Несмотря на не очень простой слог изложения, например, тех же семейских, смысл их творчества оказался понятен всем. В скором времени музей пополнится новыми экспонатами. По мере возможности сюда сдаем все материалы. На сегодня у нас хорошо описано кухня семейских, костюм описан. Мы уже показывали мастер-класса по изготовлению уникального произведения декоративно-прикладного творчества, как головной убор семейской женщины. Это у нас уже отснято, описано. Теперь двери этого музея будут открыты постоянно, и не только для посетителей. Здесь готовы принять новые экспонаты. Ведь культуры тоже много не бывает. Александр Носиков, Алекс Укач, Вести, Чита.